Мы продолжаем смотреть Лигу париматч, сейчас у нас противостояние двух братьев, и у нас 1-1, третья карта не за горами. А до драфтов хотел бы обсудить наполовину слухи, наполовину правду о том, что у нас поменяется система DPC на следующий сезон. И главный вопрос не в том, как изменится ситуация с тремя мажорами, а кому это выгоднее всего среди команд, какого эшелона, и будет ли это хоть как-то развивать региональный уровень для нас, или это то же самое, что и миноры, которые у нас были, и квалификация к минорам. Во-первых, это общий интерес, у тебя станет меньше мажоров, и как бы все люди, и игроки будут, и, соответственно, люди ждать этих турниров, это раз. Во-вторых, у тебя не будет этих проходных мажоров, да, когда ты играешь один мажор в октябре, первый, выигрываешь его, когда у тебя половина команд не участвует из-за того, что отдыхает после интернешнала, и, в принципе, ты отобрался уже на финальный турнир года, потому что тебе очков будет хватать, это, в принципе, как сделали у нас ребята из Тинции. Дальше можно вообще, в принципе, не играть, уходить, там, отмечать китайские новые года, там, что хочешь, там, весной уезжать на курорт, ты все равно попадешь на это интернешнл, потому что у тебя очков хватает. В принципе, то же самое и было, и будет, но я имею в виду, так и так один мажор будет. 15-16 год. Там было как раз по 2-3 мейджора, и эти мейджоры все ждали, но эти мейджоры боролись, и эти мейджоры смотрелись очень круто. Главное, я ждал доту. Главный вопрос, наверное, не с тремя мажорами, главный вопрос именно вот в этот формат региональных лиг, как это, по-твоему, должно выглядеть, Дим, чтобы это было оптимально для маленьких команд. Конкретно я не располагаю прямо информацию про лиги, я, то есть, посмотрел на мажоры, я для себя сделал вывод, что мне интереснее всего смотреть мажоры после Нового года, когда нет вот этого, там, Анну захотел отдохнуть, LGD тоже захотели почилить, там, кто-то еще не поехал. В итоге у нас мейджор, где очень многие гранды отсутствуют, то есть очень круто смотреть мажор, когда присутствуют все, там, OG с Анной, который вышел из-за ногтевы, там, какие-нибудь LGD начинают играть на полную катушку, вот это смотреть интересно, а когда у тебя реально мейджор, где многие отдыхают, многие только собрали состав, там, многие, там, еще что-то произошло, вот такие мажоры, на мой взгляд, они как раз и происходят до Нового года, из-за чего зрелищность падает. Естественно, мы учитываем, что, ну, именно сами финалы, они, скорее всего, не упадут, потому что какие-то секреты, там, Nigma и другие команды приедут, там, EG, но падает зрелищность по просмотрам в общем, потому что так у тебя там, например, проходят другие команды, которые послабее из-за того, что сильные ребята не участвуют, и из-за этого, например, смотреть интересно, ну, где-то там, стоп-8 сам мейджор, а иногда его интересно смотреть сразу стоп-16. С другой стороны, если поменяется... Подожди, получается, у нас будет три мажора, и к ним три минора. Ну, вот именно, что, типа, миноры могут поменяться, в этом вся сочи. Там сделают региональную лигу, типа, и вот из нее уже, ну, как на... В другой игре, название которой я не буду произносить, потому что, хотя мой цвет вообще головы... Билл. Помогает в этом вопросе, да, я думаю, можете догадаться. Там же, опять же, команды с каждого региона попадают на, типа, местные центральные турниры, две штуки в году. Здесь, соответственно, у нас по факту четыре штуки в году будет, и то же самое. Ну, вроде как, опять же, неизвестно в точности, как это будет работать. Ты хочешь сказать, что мы прогнулись? Подизменчивый мир? Подизменчивый мир. Не, на самом деле, пробовать разные форматы, это фишка Valve. Мне реально она нравилась с точки зрения того, что они на разных играх пробуют разные форматы. Они никогда не сделают, например, International по CS. Ну, в самом случае, в ближайшее время точно они не будут этого практиковать, потому что у них есть уже один в доте. Соответственно, они просто пытаются разные форматы делать. Ну, у конкурентов лучше забирать самое лучшее. Ну, а почему у конкурентов? Они друг друга еще забирают. Ну, естественно. Мы забрали систему... И мы конкуренты для них, и они конкуренты для нас. Мы забрали, например, систему мейджоров доту из Counter-Strike. То есть мы сами внутри еще Valve. Посмотри, зато есть в Counter-Strike такой турнир, как Большой шлем. Соответственно, это серия турниров, где ты там должен выиграть определенное количество турниров, и получишь 4 турнира. Выиграешь, ну, и шлем получишь, и ты еще плюс к этому получаешь миллион долларов. И поэтому у тебя есть мотивация у команд выступать на всех турнирах, чтобы именно забрать этот шлем. Главный вопрос в другом. У нас вот снова драфты одинаковые совершенно, да? Как будто мы вообще не будем выходить. Да, и поэтому он верит в свой драфт. А CM-ка на третий пик от Север-Легаси? А? Нет. А? Не будет? Нет, но они, я уверен, севолюционировали. То есть вот, ну, после первой игры Flight of Moon слегка севолюционировали, они слегка поняли, что работает, что нет. Они отказались от ситуативных героев. Они сейчас могут полностью повторить свой пик из прошлой игры, потому что он сработал. Вот смотри, лучшие герои, чем Crystal Maiden. Dazzle, Meresco, Disruptor, Enigma тоже самое можно, Arkwarden. Можно просто вот листочку? Да, да, да. Arkwarden — это теперь лучше, чем CM-ка, но как на позиции саппорта. Не Arkwarden этот. Oracle? Oracle. Arkwarden. Как у меня вообще оказалось здесь. Не знаю, но... Знаешь, на самом деле, я помню, когда первое время, как только выпустили Ark, его даже думали, что он может быть саппортом. Два Хиггса. Но у тебя есть тоже халявных эти герои, тоже как бы они всегда котировали. Света Леона — это Shadow Shaman. Они лучше, чем Crystal Maiden. Рубик тот же самый, который может полезные скиллы воровать. Ну, ее не будет. То есть, как бы все, ее забыли. Абадон, кстати, молодцы, в этот раз они его забрали. В прошлый раз, на самом деле, его тоже имел смысл. Послушали аналитику, подумали, ладно? Да, потому что, ну, очевидно, что Сларк здесь один не выживает. Он идет вперед, он умрет в любом случае, если у него не будет хоть какой-то поддержки. Играть Кором милишником, который прыгает вперед, а у тебя сзади там СМ, еще какой-то шлак стоит, который вообще ничего не делает полезного. В фазе бекинг-баров, это, не знаю, Кором лучше выйти из игры и сказать, ну, ребят, напишите, наберете. Соответственно, Абадон, наверное, слегка меняет ситуацию, потому что Найкс теперь посложнее, Open Wounds, ну, просто снимаются почти с любой цели. И при этом он может сесть на Найкса, просто мешать ему двигаться. Поэтому Найкса еще можно вот на кого-то заменить, на любого другого героя. А какого героя забыли, на самом деле, очень сильный Саппорт, всегда был Виздоктор. То есть, сильный парень, очень сильный боббиситтер, очень сильный, в принципе, по игре. Ну, почему забыли? На Мэйджи этом он был? Он редко попадается. Просто да, не так часто. Понятно делает, как вот Crystal Maiden. Она тоже была, 7 раз ее там пикнули где-то. Вот она... Проблема вся в том, что если бы Даггер доходил бы хоть до какой-то части мажора, и вообще на нем был, тогда мы увидели бы у нас с тобой нормальное количество Виздокторов. Но так как Даггера не существует, на этой планете не считая, как на минорах пока что, хотя, возможно, опять же, с Дахаком заиграют, будем надеяться, опять же, что у нас будет еще одна СНГ-надежда в другой иностранной команде, тогда Виздокторов будет много. Тут у нас Пэйл появился. Он солид. Зато на сноуборде покатался. Пэйл солид. Он лучше Найкса в разы. То есть про Найкса я сказал, что ему здесь трудновато, а вот Абадон Пэйлу мало что делает. Пэйл просто бегает. Он бегает от Абадона, от Рубена. Он вообще здесь на всех убегает. Он вообще, да, он просто убегает. То есть даже если бабка кастует ульт, он просто нажимает Дуплигангер, там, чарж, кого угодно, и слева опять пик очень крутой. Прям вот. Тут нет слабых мест. Ну здесь и контроль, и Коррозив Хейст, Скейлинг на лейте, и Щит Лича, и Ancient Seal. Единственное, Абадон будет вставлять палки в колеса, скажешь, могу. Из того, что мы видели на мейчере, да, Сларки против Пэйлов. Пэйл выигрывает в лейте, Сларк выигрывает в мидгейме. Он может его просто до появления основных артефактов просто закрыть. Но здесь у Cyber Legacy просто нет пуша в таких объемах, для того, чтобы закрыть... Ну да, и Лич мешает пушить прям броню. Это тоже, да. То есть, конечно, есть Абадон, который может за счет Сноубола, какого-то там Пайпа, Владмирса просто навалиться на вышку и разобрать. Но для этого Cyber Legacy обязаны выигрывать мидгейм. Прям они его обязаны забирать. И нужен герой, который обеспечит ему уверенность в драке 5 на 5. Ну, дископония для Айсберга, которая должна как раз-таки выиграть мидгейм и время для Пэйла. Да, он просто сжигает Сларка. Теперь Сларк до БКБ, Сларку будет тяжко. Он просто будет сгорать. Ультимейт, да, просто не работает и все. Да, в принципе. Ну и что теперь брать на Ласпик Сайбер? В миде не так много героев, которые прям идеально заходят против Фантом Лансера. Не так много. Да, тот же самый. Ну, тебе парень нужен, который будет еще этого Лансера пробивать в дальнейшем. Опять же, ОЕшник. У тебя может быть и Эмберспирт. У тебя может быть и... Но Эмбер не хочешь брать. Зевс тот же самый. Зевс можно взять. Зевс, кстати, да, неплохо против Пэйла. Он против Лешака хорошо стоит, просто не подставляется под его тычки и так далее. Но если будет Зевс, то будет пассивность. То есть это типа... Если будет Эмбер тоже. То есть это два героя, которые не пушат ТВРА, и игра в любом случае затянется. От кого мы, кстати, видели Зевса на Маджике? То есть, ты знаешь... Может быть, был прям Зевс против Пэйла, очень круто заходящий. По-моему, Энигма пикали его, кажется. Для Вихи точно я вспомнил. Да, это был Виха. Короче, здесь, знаешь, такой забавный момент, что Шрак идеально заходил для Сайбер Легаси, чтобы тот вырезал и Пэйла, и вышки ломал. То есть у меня даже есть предположение, что Флайт Умун его забрали сами, с ним распылили. Потому что вот реально Шрак отлично заходил направо, а теперь у них трудности. Потому что если брать Зевса, Эмбера и любого другого героя, то будет проблем с ТВРД. Потому что игра по-любому затянется. И получается один герой, который хорошо контрит Фантома. И как бы этого героя можно убить. Врывается с теледка, получает Сайленс Адская Расмага. То есть на одного героя ставку делать опасно, когда есть убийца. И поэтому тут, что ни возьми, в любом случае преимущество на Флайт Умун. Что они взяли? Они решили заулынить Хускаром, который Фантом Лайнсеру в лейте вообще ничего не сделает. Но в мид-гейме он готов прям въехать хорошенечко с Армлетом. В общем, у нас есть темп и лейт-гейм, да? Да, тут прям дико. То есть справа чистый улын, слева чистый лейт. И чья возьмет здесь? Не знаю, исполнение. Я после Торнадо в прошлой игре и вот этих попыток кого-то убить, я не рискну. Подожди, но Хускаром намного проще играет, чем инвокером Кваса Векс. Это совершенно другая роль. Тут просто нажимаешь две кнопки и... Ну, и Армлетом ток лишь еще. Кто его знает, все может быть. Я не знаю, как пять героев в Сайбер-Легасе убивают пять героев Лайта-Мун, но я поставлю на них. На Сайбер-Легасе. Да. Понял. То есть это еще одна третья формата. Я сохранил 100% и предик, все. Понял, понял. В общем, ты вообще никого не будешь делать. Но драфт тебе нравится больше у Флайта-Муна. Ну, да, он лейтой. Он надежнее. Окей, окей. Давайте посмотрим, что думает по этому поводу наш партнер при матче. 1-8 и 1-95. И вот она, чаша весов, снова склонилась в пользу Флайта-Муна. Именно такие же коэффициенты у нас были практически в самом начале этого best of three. А мы отправимся к нашим комментовачам. Да, спасибо большое. Ну что ж, настало время узнать, кто же все-таки сильнее, Пикачу или Айсберг прямо сейчас, потому что 1-1 пока что счет. И третья решающая нас ждет. Ну что, снова бабка. Бабка-спамеры просто. Да, я просто не знаю. Ну то есть как бы пик на самом деле у ФТМ практически идентичен, да, за исключением пары героев. Но они показали, что как бы бабка не проблема. Как бы это ни казалось бы. Опять же, смотря у кого эта бабка будет. И с ней можно как бы работать, можно ее переигрывать. Ну посмотрим, как здесь будет. В любом случае, я очень жду этого матча. Вот у нас сегодня прям день такой вот прям крутого противостояния. Вчера как-то было все более однокалиточно. Там, конечно, была... Но игры, правда, были подлиннее, стоит отметить. Здесь у нас как-то побыстрее все обычно происходит, да. Ну, Слардар пошел опять воду месить. Месить воду. Ну, на Слардаре он же там плавает. Я обычно, когда слышу слово месить, как бы другое немножко представляю. А я бабушку вспоминаю тесто, если ты понимаешь, что он грошки делает. Ну, тесто еще, ладно, да, я к тому, что... У тебя армию испортили. Чтобы месить воду, это надо... Ну, вообще, на самом деле, в армии мы чем только не занимались. Ладно, оставьте твою историю. И воду месили. О, дюрара, 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 точно. Красили траву, вот это вот все. Да, дюрара снова играет на... Манга какая-то так и называлась, что ли, дюрара, я не помню. Дюрара, есть такой аниматик, все верно. И там еще были главы, и они назывались Ба, Ба-Ба, Ба-Ба-Ба. Там был как раз-таки дюрара, всадник без главы. Далахам, по-моему, назывался. Вообще не помню. Мистическое существо, да. И это было. Ну что, это все, конечно, отсылочки. Но давайте посмотрим, что по баунтирунам у нас сейчас будет. Потому что у нас две игры. Предыдущие показали, что за баунти-то особо не любят сражаться обе команды. Но сейчас, возможно, ситуация изменится. Наив решил повоевать. Но тут контроля-то нет, особо вряд ли сейчас Силькинесс будет у Биггнума. Так что действительно можно повоевать. Ну, а наступает Наив, уходит. И все. Баунтос опять же без каких-то лишних разменов остались. Да, поровно поделили. И давайте смотреть расстановочку по линиям. Внизу, конечно же, фармящий Фантом Лансер. В этот раз будет здесь снова Always One Offline на Личе. На Личе у него явно лучше получается играть, нежели на Тран Протекторе. Наверху снова Балантимос на Сларке отыгрывает. И здесь ему будет помогать, конечно же, Дюрара. Вот как раз две имбы патча. Сларк и Бабка. И вот памятник. Сларк и Бабка. Ну, а здесь опять Иллюжен. Иллюжен вместе с Генералом. Мы видели, насколько интересное было противостояние на прошлой карте. Иллюжен там немножко подфидел. Но, в принципе, фраги тоже делали. Но, правда, с другой стороны, здесь была Кристал Мейден в роли саппорта. Но пробить Снэппайр будет гораздо тяжелее. Она все-таки силача. Она покрепче духом, телом и хпшкой. Поэтому... Ну, тут он вряд ли, конечно, так что-то раздаст в ответ. Не особо много у него маны, чтобы раскидывать какие-то там дробаши. Хоть как-то дамажить. Тем, кто могла колбу кидать своей аурой. Ну, с другой стороны, герой поплотнее. Да, но зато он будет жить. Да, можно выживать, и тебя не так-то... Нелегко забрать. Ну и в миде. В миде, конечно же, снова противостояние Пикачу против Айсберга. А в этот раз Пикачу отыгрывает, правда, на Хускарчике против Лешака. Лешак довольно-таки тонковатый персонаж. Ну, Пикачу легко гонять Айсберга, конечно. Он просто откидывает по нему стрелы, и все. И Айсберг не подойдет лишний раз. Поэтому здесь придется попотеть ему, и, скорее всего, добивать себе какой-то Крепстат уже в лесу, а не на линии, если совсем прижмет. Ну, пока что мы видим, что на центральной 5 на 2 идет у нас Айсберг, и вот только сейчас Пикачу начинает и гонять по лосхитам. Пока все ровно. Фантом Ланзер. У него тоже все спокойненько. На самом деле, дэмэджа здесь уже не столько нальешь, сколько можно было там с Легионкой сделать. Периодически только будет лопаться этот щит. Ну, и Бигдум там иногда будет закидывать свой второй спелл. Но это все, на самом деле. Что то, что другое, не сказать, что суперсильно. Ну, с другой стороны, линия пушится в сторону Наива, этого более чем устраивает. Стоишь под вышечкой спокойно, не переживаешь ни о чем. Вот Флай здесь под замедление подставился, конечно. Сейчас буквально. Сейчас еще тычечку. Да, Телекинез, тычечку, Саленс. Правда, щиток висит. Хватит ли урона, вот еще вопрос. Да, урона хватает, взрывается щит. И Бигдум, правда, зарабатывает первую кровь. Но там Наив немного подпортил ситуацию. Он еще и побил щит, и щит лопнул. Что поделать. Да, хорошее начало для команды. Мисс. Мисс. Что это вообще? Подкруточка? Что такое? Не может быть. Два подряд миссы залетело. Но начинает, начинает Покачок. Действительно, подушивать уже на центральной. Сложно подходить к Ускору. За счет пассивочки регенится постоянно. Не, ну смотри, зато Крипстат какой хороший. Крипстат-то хороший, но... Жизнь плохая, да. Да, ХПшечки-то нет. Так, ну и с другой стороны на линии неплохо здесь себя чувствует. Мы видим и Найв на Фантом Монстера, да, его как-то не выживая с линии. Но с другой стороны и Чапи тоже фармит. Ну да, в принципе, пока дело идет. Тоже особый экшен какого-то не наблюдаем. На прошлой карте было его побольше явно. Но пока все больше похоже на первую карту, которую не радовало. Ну, знаешь, тут хотя бы уже фраг имеется. Уже приятно. Фраг есть, можно и поесть. Да, наверху Слардар себя просто замечательно чувствует. Если обратите внимание на Ласхит, 18 на 3 сейчас показатели. Это прям вот какой-то москаре. Слардар, судя по всему, вырисовывается такими темпами. Да, уже перчаточка имеется. Дальше ПТшечка. А здесь нас иллюжина прогоняют, да. Ну как, кстати, прогоняют? Это Дюрара. Покусывают. Ну да, много чего не сделаешь, но просто отгонишь подальше от своего кэрри. Ну а Палантимос по таврам стоит фарм. Он мешает отводы сделать. Сейчас, если рейнджевик вернется обратно на линию, то хорошо линия запушится. А здесь Улысу на флайп пострадал, но живчик. А в этот раз не погиб, да. А в этот раз урона не хватило. Но начинает еще и наиво тут напрягать потихонечку, отгоняя его по тавр. Но фласка имеется в наличии у Фантом-Ланцера, поэтому по поводу ХП переживать особо не стоит. Но его будут чимить все это время, пока флайп там гуляет. Да. Придется далеко гулять. Долго, долго теперь нужно бежать на базу. Пикачу душат, душат его. Ну слушай, Пикачу на развороте накидывает айсбергу неплохо. В итоге айсберг делает фраг, он скорее всего сам догорит. Да, то размен мидерами произошел, и типы полетели друг к другу. И брат типнул брату. Но, опять же, размен в пользу айсберга, безусловно, потому что он первым все-таки сделал фраг, заработал экспорт. Ну, решил просто дотал его хускар пить. Так он мог бы, наверное, пораньше отойти и попытаться. Но не факт, что догорел бы тогда у нас лишь рак. Ну что ж, в любом случае, фраги сделаны, хоть как-то пытаются размениваться. Ну, на самом деле, Лешак очень неплохо себя чувствует против хускара. Он дает ему сдачи, неплохо так дает. Отпинывает, я бы даже сказал. Ну, если посмотреть на статистику, да, по ласхитам пока что они вровень идут. Посмотрим, как будет дальше. Потому что с левелом там хускар будет становиться все опаснее и опаснее. А я смотрю, смог тем временем. Да, это просто, чтобы быстрее добежать, я думаю. Да, разбит. Ну и плюс, как бы, пятая минута под баунти. Нет, успевает здесь Солфа Сонофлай. Попытка была хороша. Наверху драка. Наверху драка генерал битый, битый также Капидюрара, прыгает с печенки. В итоге генерала забирают, могут попробовать еще иллюжно подцепить. Иллюжен убегает отсюда. Что там по замедлению? Замедление есть, забрал баунти руну. Хорошо, еще один дарфакт. Ну, что-то как-то не особо. Паунс через пару секунд будет? Да, он быстрее. Я думаю, что может и убежать попытаться. Да, замедление есть, еще и бунто забрал, и паунсу не попал. Ой, буквально краешком не подцепил, да, не удалось привязать. В итоге очень много времени. Ну, паунс не может, бабка поможет. Еще и фраг забрал. Да, шикарно. В итоге погибает еще иллюжн. Это уже пятый по счету фраг команду Сайвер Легаси. Неплохо. И тысяча золотых преимущества за ними. Пока видим то, что по Нетверсам неплохо вырвутся Тикачу вперед. Да, и коэффициент от нашего партнера по рематчу очень ровный. 1.87 на 1.87. Но тут я соглашусь, тут не ясно до конца, кто все-таки фаворит. Ну да, так, если посмотреть, обычно у нас было уже преимущество приличное к шестой минуте. Здесь вообще не пахнет. Да, тысяча золотых это такое слабенькое-слабенькое преимущество. Я бы за фраги накинула все-таки хотя бы десятую процента. А, ну ладно. И так нормально. Так, тем временем смог от команды Сайвер Легаси. Дабл дэмэдж лежит. Вигном взял. И что, нападение будет на айсберг? Ну а не смог бы напасть. Тут вполне себе хорошо. Да, печенькой пнуть, печенькой. Телекинезом даже дотянулись. Вот и без печеньки. Ну печеньку на себя там можно было. Вопрос чисто, чтобы фраг застелить. Ну да. Дайте. В итоге Бигнум забирает фраг. И это смерть мидеру команды ФТМ. Это неприятно, конечно. Это позволяет фарм Пикачу. Пикачу уже 3000 надворца имеет. Выходит флай. Регенчик работает. Реген, да. И пробить ускор не так-то и просто. Внизу пока что оставили одного Абадона. Возвращается сюда уже Бигнум. И теперь проблема может быть, что и у Пэйла. Пэйла нужно отступить, наверное, под тавр. Пусть. Пробили его. Регена нет. Ну что ж. Дабл дэмэджем угроза. Серьезная. КПшки точно будет. Ну а пока Слардар видим по-прежнему в топе нетворца у своей команды. Машина просто. Просто машина. Ну и при этом проблемки небольшие начинаются у Лишрака, который погиб после этого ганга. И еще немного потерял времени. Придется как-то набивать. Но при этом уже есть шестой у Пикачу. И он с лайфбрейком не простит Айсберга. Так, ну что там. В миде начинают избивать потихоньку Пикачу Айсберг. Ну как избивать? Раскастовочки свои давать. Неподалеку находится Овас и на Флай. Вдвоем, кстати, могут попробовать как-то напрячь Хускара. Хотя Хускар уже седьмой левел. Но он уже потратил диаболики. Не так-то и просто с ним справиться. А вот к чему. Ну и внизу Фантом Ланцер один себя неплохо чувствует уже. Можно его особо не оберегать. Мы видим Чапи не особо что-то ему делает. Но если начнут напрягать, он пойдет в лес и будет шмотки выбивать. В принципе, там ничего такого. Уже седьмая минута пошла. Так что первый тир появился. Шестой левел у Пэйла есть. Иллюзии будут появляться. А пока Чапи пошел уже и под тавр дайвить. У него у самого шестой не за горами. Поэтому убить его будет сложно. И он может себе позволить небольшие вольности. И тут решили в обход пойти. Ой-ой-ой, там в спину-то уже идет Олэсона Флай. И сюда есть ТП. Сюда летит Иллюжин. И возможно, это был загул. Но там есть ультимейт, да, у Абадона? Нет. Ну, я так, прокачает, прокачает. Да, скилл оставил. Так что ультимейт будет в любом случае очень опасный момент. Потому что очень битый наив. Но выживает Фантом Ланцер. И обошлось без жертв. Лопата. Первым же артефактом для команды FTM. Опять же. Первый же Кобальт. Говорилось не раз, что это два артефакта осталось на экономику. Это Лопата и Философский Камень. Да, из Леса то, что можно себя добыть. С учетом того, что талантов больше нет. Это очень приятно для саппортов. Есть одно заклинание, которое работает только в фабах. Которое, если прочитать, то ты с первой же Лопаты выкопаешь себе вунтус. Но, к сожалению, боюсь, у нас эфир забанят. Но ты мне потом на ушко шепнешь. Но оно работает. Хорошо, я буду знать. Буду каждый раз произносить, если Лопату найду. Так, у нас внизу три героя. Смотрю команды Сабер Легаси, что там планирует какое-то нападение. Но пока что Олвес Вона Флай держится далеко под Тавром. А тут Соло уже наив далеко ушел. И он будет в лесу фармить, действительно, продолжать. А тут четвертый левел. Ну да, ему надо бы поэкспиться, но здесь это может быть смертельный выход. Хотя, вот опять же, втроем Сабер Легаси находится внизу. И они могут попытаться ванпост отвоевать, который на десятой минуте даст как раз-таки немного Экспы. Да, также аккуратно в миде находится сейчас Иллюжен. Получает немножко Экспы. Ну вот выходит Айсберг, но поздно. Далековато уже Пикачу. Плюс ему на подсейф уже летели, если что. И нападать на Хускара. Не самая лучшая идея. Прям под Тавром. Да, пошли они на ванпост, они его захватят. И нужно буквально секунд пять здесь постоять, чтобы они точно не успели его перезахватить. Сейчас, если Клай прям встанет на ФК, то он успеет это сделать. И он это делает. А он это делает. Шесть секунд. Ой-ой-ой, как Бигнум. Зря, зря зашел Бигнум. Его выталкивает, конечно, Хэппи Дюрара. Но вперед бежит Айсберг и просто под пульс новый выжигает Бигнума. Бигнум погибает. Прогоняет также и Чаппи отсюда, прогоняет Хэппи Дюрару. Но их возможности подцепить нет. В итоге это получается, что минус саппорт у команды Сайбер Легаси. И это еще один фраг, как и у команды ФТР. Рановато захватывать начали. Там оставалось даже уже около десяти секунд, чтобы обратно отвоевать. И поэтому спокойно с этим справились. Но там, тем более, они всей толпой пошли его перезахватывать. И, соответственно, быстрее он захватывался, чем шесть секунд. А Ревент-3 находится для Айсберга. Может даже себе и оставить статэму не помешает. Нет, он с брошкой ходит. Ну да. Брошкой мог попрофить не будет, как по мне. Так, Физы. О, Пикачо с дабл демиджем. Аккуратненько, аккуратненько надо. Да, конечно. ДД, это не шутки. Там скоро Армлет уже появится. Еще сложнее будет Хускара забирать. Знаешь, вот новой модельки Хускара у нее такой же синдром широкой спины, как у СФ. Ну, с дабл демиджем был такой. Качок просто. Вот и все. Ну и что, пока опять экшена нет. Просто нет. Ничего не происходит. Ну, выход на Тавр. Сейчас прочекают, наверное, леса. Да, могут найти Олз Фанта Флайя. И... О-хо-хо-хо-хо. Ну, слушай, было бы красиво, если бы это удалось сейчас реализовать. Но нет. Улетает. Печенька в окно. Олз Флайя, да, это печенька в окно. Ну и Тавр падает внизу у команды Флай Тумон. Да, дадут его с разменом, правда, наверху, потому что тоже уже стараются Свардар и Фантом Лансер. Правда, они только начинают с Тавром работать, поэтому даже можно еще за депут, попытаться, если гриф есть. Ну, должен быть, да. Нет, его нет, уже прожали. Там есть смещение от команды Сабер Легаси на центральную линию. В Смаках сейчас отправляются, и в опасности может быть Иллюжин. Потому что ему три игрока может выйти в спину, нужно быть аккуратней. Ну, Иллюжин не та цель, которая стоит такого внимания. Это правда. А вот эта цель... А вот эта цель прямо в лапы сейчас. Возможно, прилетит команде Сабер Легаси. Да, нашли здесь Айсберга. Айсберг начинает манцевать. Рубик что-то там своровал. Пульс нового себе забирает. Хорошо, очень приятный для него спелл. Так, ну и что? На Пикачу ответы и нападения Пикачу под минус армором. Начинает драться. Айсберга забирают. Это первый минус. И, по-моему, перенаглели здесь ФТМ. Заберут, скорее всего, Иллюжина. Тоже это минус 2. И начинают сразу же ломать Тавр. Flight to Moon сами сделали хороший ганг для своих противников. Здесь был один только, ну, Скавер Смейдж. Они могли бы забрать его, и все. Ну, забрали четверку, забрали. Ладно, бог с ним. Да, непонятно на самом деле, на что рассчитывали. Такое ощущение, что просто поверили в себя. Но вообще не было возможности как-то забрать этого Пикачу. Ну и падает Тавр. Тавр. Еще генерал. Плюс денежки, да. Но генерала нет. Но прыгать на генерала не лучшая идея. Учитывая, что это Стардар. Он тебе повесит минус армор, даст баш, и ты просто не выйдешь из контроля и погибнешь. Ну, а то, как настоящий генерал до последнего был на корабле. Смотрел, как Тавр падает. О, а здесь? Ну, я думаю, что Алибарду в любом случае мы будем ждать на Хускаре. В принципе, это слишком много регена, чтобы игнорировать. Ну, пока Драгон Лэнс. Да, но пока Драгон Лэнс. Отличный вариант для него. Да, радиус атаки нужен. Палантимос внизу. Нападение на Айсберга. Айсберг. Какие же приличные тычки от него откусывает. Палантимос. Еще один удар нужен. Как бы не сгореть сейчас. Айсберг. Айсберг. Ну, слушай, Айсберг был близок. Он сейчас мог бы объяснить Палантимосу, что тут неправ. А у него стики какие-то были? Да, шесть зарядов есть. Нет, я имею в виду... А, ты межаду Айсберга? Скорее всего. Да, чтобы немного пожить, нет. Вот тогда бы объяснило, реально. Не хватило буквально парочку атак с пульсного. Пару тиков, да. Ну, ладно. Это неприятно в любом случае для команды ФТМ. Пока что у них всего лишь два фрага. А Сабер Легаси начинает набирать обороты в плане фарма. Уже 2000 ведут. И у них дела только налаживаются. Да у них на самом деле так-то в целом начинает дело по пахе с литой каткой. 2000 преимущества есть. Ну, я бы на самом деле не списывал Фантом Лансера со щитов. Потому что ПЛ фармит у него по Нетворцу пока все очень даже хорошо. И при равных артефактах может и объяснить Слафу, что тут неправ. Да, но до этого момента надо дожить. Потому что раскрываться будет он долго сам по себе, как персонаж. И слоты фармить надо где-то ему в спокойной обстановке. А когда забирают сюда один вышки, у тебя уже меньше пространства. Тут уже на пол леса не можешь рассчитывать, потому что там могут оказаться враги. И нужно, в принципе, быть аккуратнее. А тут еще и Лишра, которому предметы нужны. Сардар, которому хотелось бы попармить тоже. Хотя бы на Бринг. Да. И тут, видим, потихонечку появляется Манабрейк у него в виде Дефьюзл Блейда, который мы будем видеть в деле. Ну, Сларка побить чуть-чуть. Ну, не знаю, просто на самом деле здесь не сильно от этого пострадает какой-нибудь Хускар. Ну, это плюс замедление. Ну, это плюс демож, замедление. Это приятно. Так, была попытка выйти в Смаках сейчас от команды ФТМ. Неудачная. Пикачу! Как же далеко прыгать, как бы это не был прыжок в окно тут самый. Да, Пикачу забирает, но забирает также Айсберг. И здесь там начинает расстреливать Тюрара просто. Да что это такое? Это нормально вообще? Ну, это нормально. Поздно подрубилась я еще. Но это еще можно было бы как бы чуть-чуть подальше расстрелять, да? Ну, прицел сбит немного, да. Ага. Я понял. Ладно, в любом случае разменяли мидеров обе команды. И что у нас? Будет сейчас очередная драка под 15 минуту. Да, побежал генерал просто на сверхскорости какой-то. И хороший чайник раскастовывает Олесона Флай. Есть там у Чапи, если что, ультимативная способность. Его выталкивает Хэппи Дюрара. Ну, и потеряли еще и Рубика здесь. Да, его так не особо жалко. А у Пикачу некрасиво получилось. Но он сам виноват, на самом деле. Никто не заставлял его агрессировать. Рядом никого не было. Но, возможно, был колот именно ты... Я нападаю, а ты на Бабке стреляешь там, в любом роде. Ну, вполне вариант. Опять же, Бабке не нужно близко подходить, чтобы демор свою влить. И вот, видим, появляется, наконец-то... О, Ваймфарфбэнк с ответом. Да, там еще и Вамбрейс был. Диффуза, мы видим, в наличии уже имеется у Найва. Это замечательно. Ну, и опять Сабер-Легаси на центральной. Опять подпушивают линию. Тут пока что Пикачу лишает себе ХП, чтобы побыстрее бить. Балантимос с Айсберга подцепить не стал. Не факт, что видел, на самом деле. С учетом ночного вижена, это вполне реальная ситуация. И пошло дело... Да нет, отступают, отступают. Нет, у них лесу-то там целая эскадрилья. Неужели они вот так вот пойдут на Рошана в наглую? Ну, я думаю, что сейчас поборется ФТМ за этого Рошана. Да, мне кажется, их надо наказать. Ну, там Пикачу довольно битый. И там можно сейчас раскастоваться. Чайника жалко нет, вот, конечно. Пошли иллюзии Фантом-Ланцера, но они могут не успеть такими-то... Вот если твои противники так Рошана берут, а ты на бабки. Просто запускаюль Тимон. Да, 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 подходит сюда Иллюжен. Есть раскастовочка, накрывает Пикачу. Не хватает урона, чтобы убить его. В итоге Аегис достается команде Сабер-Легаси. У Наэва могут быть проблемы. Он убегает из драки. Что там, Рубикс воровал? Рубик щит ворует, прыгает Пикачу вперед. Расталкивает двоих. В это время пульс снова работает очень хорошо от Айсберга. Палантимос убегает с драки. Выбили Аегис из Чапи. Чапи пока что дерется до конца, но заканчивается ультимативно. Он погибает. Пока что размен два в один. Могут забрать сейчас Хэппи Дюрару. Хэппи Дюрара пытается расстрелять, но нет. Не в этот раз Хэппи Дюрара погибает. Нужно убегать Фантом-Ланцеру. Фантом-Ланцер там Мансит байтит на иллюзию. По-царски просто байтит. Самое-то время уже на речке находится. И на этом драка заканчивается. 2-2. Ну вообще у Файт Умун есть огромное преимущество. Они деньги с Рошана взяли. Они его добили. А вот Айгис все равно достался Пикачу. Ну что, с этим Айгисом, я думаю, мы еще поговорим. А тут у нас опять Бигнум загулял. Да, под минус армором его просто стирают в одну секунду. Ну что-то как-то они сами себе начали руинить все. Слушай, так-то генерал сейчас еще и Палантимоса здесь догонит. Слушай, надвигает сюда Илюжин. А ульты-то нету. Ага, есть Саленс. Так-то Дарпак не успевает наюзать. И минус Палантимос. Очень даже легко его забирать. Нужно бежать еще и Хэппи Дюрари отсюда. Но там как бы минус армор. Ты просто не убежишь. Сейчас будет баш. Там 2 трети хп с одного удара тебе отрывало. И это еще один минус от команды ФТР. Ну вот он и камбэк, да, у нас получается. Потому что до этого Сабер Легаси ввели у нас там порядка 2000 золотых. А сейчас уже преимущество за командой Флайта Мор. Ну это генерал подсаливает, конечно, сейчас. И причем деньги у него появляются. Вопрос фарма решается потихонечку. И есть время, самое главное. Сларк пока сильно недофармливает относительно своего оппонента Пароли. Если обратить внимание на Нетворс, пока еще и 7000 нету. Когда уже почти 9 имеет у нас найф. Ну и самое опасное. У них не получается сейчас, теперь уже точно, душить их противоположного кэри. Скажем так. У Флайта Мун фармит. Лансер спокойно фармит. И уже есть, видим, разрыв неплохой такой на 2000 золота. И все. Дальше Сларк мало что сделает в Фантом Лансер. Он его сгрезет. Или Шрак пока 12 левел. У него, ну, E-Ult Scepter есть. Это круто. E-Ult RvL, он очень быстрый, опять же. Да, тонкий. Но, как говорится, быстрые ноги ничего не боятся. Да. Вот, Палантимос, привет. Давай поговорим. Ну, нет, нет. Сларка просто так соло не заберешь. Но это, конечно, неприятно, когда ты не можешь фармить, ты вынужден убегать, и тебя начинают по карте прижимать. Конечно, Сларк не тот персонаж, который может быстро как-то камбэкать в этом плане. Ну, Апсы поставили, видимо, в лесу Сынфрики тоже есть. Все, лес, команде Сайбер Легаси не принадлежит. Они там могут уже не появляться. Но они во Вражеском сейчас не могут. Слушай, Сларк пока что, да, там его сейчас может найти, кстати, Генерал, я так понимаю, да, в лесу его там контролируют. В это время попытка забрать Т2. Правда, Генерал тут также встретил, по-моему, Тимос. Да, они как дома себя тут чувствуют? У них все хорошо, абсолютно пока. Ну, что ж, вышку тут что-то как-то Сайбер Легаси не забрали на миде. Били-били и перестали. А здесь уже Гриф прожимается, и все, вот Т-минус пачка. А наверху тем временем забирается. Поэтому Мунами Т2 вышка. И они готовы идти на Т3, они будут вайдить. Да, слушай, они так-то пободрее вроде как ломают. Ну, они пусть их стянут. Здесь Пикачу еще до второго пришествия, как говорится, будет бить. Его, конечно, подхиливают, но урона по Тауру вообще нет. А здесь как бы диаболики работают, и Тауру просто рассыпается в секунду. Тут нападение от Пикачу стирают Always on a Fly. Он успел там еще чайник раскастовать. А здесь пока что на обороне находится только один Палантимос. Разменять Т3 на флае? Вот это хорошо звучало бы. Но Т3 не забрали пока. Но еще Айсберга отступает. Пока еще, пока еще. Так, сюда есть ТП, и, наверное, лучше отступить. Айсберга замедляют. Палантимос прожал ультимативную. Прыгает Пикачу. Юл все грамотно делает Айсберг. Но там уже хэппи Дюрара с базы начинает настреливать артиллерией. И в итоге потеряли Айсберга. Ну что, на деле у них был хороший план. Подзадержались немножко. Нет, у них реально был хороший план. Забрать Т2. Немного подамажить Т3 и развести на ТП. И не дает забрать свою Т2. Но к итогу получился очень некрасиво. Да, и бы пораньше отступить было бы вообще идеально. Да, задержались здесь, позволили врагу перетянуться и за это поплатились. А враг токачается. Видим, что Пикачу на первом месте по фарму. Что у него там есть, кстати, по шмоткам. Думаю, БКБшку будете планировать в какой-то момент. Пока мантов. А, вот ты про Пикачу, прошу прощения. Я увидел просто потом лансера. И да, и все. Уже затмило. Да, это правда. Но тут БКБ для Палантимоса на подходе также, конечно же. Но в этот раз уже никогда трон пушит. Как в прошлый раз было. А здесь... Сатаник. Сатаник, да. Да, там уже имеется у нас... Ну, интересно, кстати, кто решил скипнуть, в принципе, Алебарду. Все-таки это плюс статус резистанс был бы за счет Саши. И хорошо бы стакалось и с Сатаником. Да тут особо на кого? Ну, кидать на Фантом Лансера. Там еще попробую угадать, где там настоящий, куда его закинуть. Такое. А кто еще здесь в строке? Ну, это просто Сатаник, это регены. Ну, это да, это тоже верно. Много чего. Но здесь Сатаник хотя бы позволит выживать получше. Кстати, нападение от генерала. В ответочку на него прыгает Пикачу. Пикачу под Саленсом находится. Ну, и Пикачу стирает. Ну, теперь еще и очередь Чапи. Но у Чапи есть ультимейт. За счет этого он какое-то время поживет. Чапи пытается убежать, но его сопровождает там Айсберг. Ультимейт заканчивается. Проблемы у Бигнума. Бигнума начинает избивать, но он делает ТП. ТП сбить нечем. Потеряли Хэппи Дюрару. Здесь уже Палантимоса возвращается в драку. Поймали Айсберга. Айсберг погиб. Хорошо, но тут как же много урона. Просто от Наива вы посмотрите. Стирают у нас Абадона. И Палантимосу нужно уже бежать на базу. Да, может во вражеский лес бегать по фарме тогда уж. Но там, правда, Вар стоит, конечно. Вот он знает Палантимос. Но, да, ситуация, конечно, неутешительная. Троих забрали. Айгис как раз нам перед Пайтом когда-то в какой-то момент закончился у Пикачу. И он уже без Айгиса был в дальнейшем. И Слардар 15 левел взял. У него тоже будет БКБшка. Красавка. БКБшечка не заставит себя долго ждать. Это правда. Там пошли уже 15 левела. Атак спид берет себе Сларк. Так, ну что. Ну и коэффициенты от нашего партнера паримач. Не заставили себя так же долго ждать. Да, уже 3-0. Я уже переобулась. Наши партнеры тоже переобулись. Ну, знаешь, 2000 это, конечно, преимущество. Но, как и говорилось ранее, отфармленный Пэл. Ну ты посмотри на этого генерала. Ну и генерал, и Пэл. Это, ну, я имею в виду, наив. Это очень сильных два героя. И с ними действительно будет сложно как-то бороться. Ну, время играет на Flight of Moon. Здесь стоит согласиться с этим. Потому что Хускар со временем может потерять в актуальности. А она их только крепчает. И у него будет Тарасочка появляться. Монта уже есть. И все. Ну, в принципе, типичный такой билд. Потом там бабочку какую-то собрать. И будет вообще супер. Крепкий парень. Так, ну и что там? Мован пост захватили обратно, я так понимаю. Ну да, пока что какие-то передвижения по карте. Продолжают фармить. Основной таймер подходит к концу Рошана. Скоро узнаем, через сколько появится следующий. БКБшка свежая уже готова. Замечательно. Слардар. 2 300 хапа у него. Вообще шмоток нет. Просто вам бриз. Но 2 300 хапа у него. Ну, Слардар так-то второй Нетфорс в команде. Обгоняет даже, кстати, айсберга по фарму. Ну и получается, что сейчас будет еще одна атака. Вот команда ФТМ. И берегись, Палантимос. Потому что в твою сторону идут. Прямо по твою душу. Генерал идет вперед. Сейчас может его найти. Настал час расплаты. Да, Палантимос. Его опасненький момент. Его видят. Его видят. Его видят. На него прыгают. Он не спевает ничего нажать. Накинули Саленс. Но это минус Палантимос. А у него БКБшка уже есть, интересно? Ну, судя по тому, что байбек есть, скорее всего, и... Хотя он давно ее фармить начинал. Но если как-то там совсем запотеть, может там прожать БКБшку, убежать, попытаться. Но это все равно было бы сопряжено с риском. Плюс 10-секундную БКБшку потерять. Да, по итогу отличный выход получился в самоках от команды ФТМ. Можно выйти теперь еще и на тавр внизу. Т2 забрать. Что, собственно, Flight of Moon и делают. Да. Его дефис уже никак не выйдет. Даже если бы могло бы выйти, то, скорее всего, не стали бы это делать. Не стоит того, это вышка. Ну и на мид можно выйти. Тут крипы подошли. Айсберг подошел. ТПшки, кстати, подошли еще. Там крипы еще подошли на хайграунд, на чужой. Да, и как бы нужно защищать уже как-то ХГ. Ну, тут диаболики, правда. У нас сюда ликит уже Пикачу, поэтому он готов биться. Пикачу, правда, с ДД, но ДД заканчивается буквально через пару секунд. Пикачу с Пикой. С Пикой. Пика-Пика. Пика-Пикачу. Ну, кстати, да, да. Тонко-тонко подмечено, согласен. Так, на скане, я так понимаю, прочекали у нас команду Flight of Moon. Знают, что они там находятся. И ответный скан полетел. Они нападают ли на них, узнают сами Flight of Moon. Сабер Легаси тем временем прожимают свой смок. Они могут даже спинку попытаться обойти. Они знают, где находится противник. О, Титан Сливер. Сливер, отлично. Вот для Пикачу бы, конечно, такой артефакт. Конечно, конечно. Ну, подожди, они же вроде бы еще не все выбили артефакты. Так что, ну, как бы, у них там есть шанс, что у них тоже пойдет. Ну, знаешь, кому-то там Apex и Fusion Room. Кому-то. Это триад, я забыл, как он называется. Ты только что называл артефакт один, которого больше нет, как бы. Их двух нет. А, нет. Apex по Nerfell, а Fusion нет больше. Поэтому. Ну, ладно. Помянем, как говорится. Как мы вчера. F, да. Говорили. Да, скоро появится очередной Roshan. Хотят, конечно, повыгоднее позицию занять и те, и другие, чтобы побороться за него. Но пока что на разведку отправляются первыми Cyber Legacy. Проверили, что Roshan'а все еще нет. Кивер достается у нас тем временем для команды FTM. Забирают его себе Айсберг. Но остается еще один Т-4 артефакт для них. О, Т-3. Т-3 артефакт для них. Заколдованный лук. Ой, на Пикачу нападение. В наглую забегает на Айф. Ничего не боится. Контролит пока что генерала. Не подпускают его. Отталкивают подальше. Избивают Пикачу. Просто всей команды FTM. Но Пикачу живет. Отлично. Чайник полетел от Улсона Флая. БКБшка прожимается от генерала. Избивают у нас все еще Пикачу. Есть стандарт. Чайник все еще летает. Чайник там раздал столько демоджа, что маму не горюй. Но Айсберга потеряли тем временем игроки команды Fly to Moon. Это, конечно, печально. Потому что байбека у него нет. А Рошан-то появится буквально прямо сейчас. Он уже стоит. Да, он уже стоит. Из-за него трудно будет побороться без Лешака в своей команде. Неприятно. Да, тут в принципе нужно отойти от Ригеница. Больше Шрайн-то нет рядом с Рошаном. Это, кстати, да. Это важный момент. И пока они там от Ригеница плюс Чайника нету. Тихо, что сделаешь. Остальные ультимейты довольно бесполезны с точки зрения контеста Рошана. И все. Тут уже можно считать, что при Айгес. Да, прочекали, конечно. Немного дали поволноваться с Абер-Вегаси. Но проблема помогла. Ну, неужели будут бороться? В принципе, кстати, могут. Могут попробовать. Там заходит Иллюжин. Раскастовочку дает. Я так понимаю, просто вслепую. Да, ультимейт раскастовал. Пробили Пикачу. Ой-ой-ой! Пикачу могут забрать прямо сейчас. Нет, Пикачу начинает хилиться. Контролит генерала. Генерал не успевает ничего дать. Генерал погибает. И есть еще зацеп полностью на Флай. Флай понимает, что отсюда уже никуда не уйдет. И просто продает себя. Лишь бы отступила команда. В итоге очередные минус два от команды Сабер-Вегаси. Вот мув, конечно, был хороший. Да, красиво, красиво. Могло бы выйти все хорошо, но нет. Ну, сейчас не Рошана, не Сперли, не Айгес. Все как-то... Вовремя среагировали. Да, заберут Т2 наверху. Да, можно, я не знаю, 3 попытаться походить. Временем-то еще 20 секунд минимум есть. Атак спит неплохой у Покачо. Ну, он уже отъедается, я так понимаю. Отличный артефакт только что достался команде. Да, мы так каждый раз говорили. Ну, когда тебя пушат, это шикарно. Вот, он сразу же нашел свое применение. Ну, как бы, какое-то время он выиграет все-таки. Так. Ой-ой-ой, заставили Палантимоса прожать БКБ, понервничать. Это, конечно, приятно. Он такой, главное, начал выделываться. Сначала прыгнул в полку, а потом такой, ладно, ладно, передумал. На, на, как говорится в простонародье, заднюю сдал. Заднюю сдал? Да. Дал заднюю. Ну, у нас так говорилось. Заднюю сдал? Да. Кто пост принял? Ладно. Не важно, в общем, вы поняли, вы поняли, о чем мы говорим, да. И отступает у нас Сабер Легаси. Ну, тавр не добили, а это означает, что его можно репейр-китом. А не добили почему? Репейр-кит? Потому что Смарк полез чертикуда. Ну, это уже второй фактор. Ну, его можно сейчас починить, это приятненько. И так, как Викелин Чарм уже появился, что там еще и дальше пойду шмотки убивать. 25-ая минута тикнула, а это означает, что тир-3 пошел. Ну, так-то. Сейчас есть шанс того, что и Сабер Легаси могут в спину напасть, потому что они-то недалеко отступили. Но тут ответное вроде как не то чтобы нападение, просто под пуш ответное от команды ФТМ. Пикачу идет вперед. Без мана он, правда, поэтому не так много урона получает. Да, у него Иггис есть, но и подрастает. Да, его не так просто пробить. У него саданик есть, если что. Не забываем также, что позволяет ему жить. 20-ый левел, скоро 20-ый будет у Хантом Лансера. Ну, видим то, что, по сути-то, все как-то сравнялось немного. По Нетворсам через Полотица пошло преимущество 4 тысячи, которые, ну, по сути дела одного файта перевернуть. Ну, и вышки все на хайграунде стоят. На это означает, что... Так, ой-ой-ой, генерал. Да, дадим ему честь, генералу. Да, пресс-эпт. Но тут немножко загулял. Наказали его вчетвером. Это хороший фраг получился. Да, у него секунду назад вся команда здесь была. Да, 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 вот он немножко не подрасчитал. В это время у нас Палантимос здесь тоже не мог отличиться, но БКБшка его спасает, поэтому он сейчас может попробовать забрать Овесуна Флая, но сбить ТП нечем, поэтому Флай без проблем улетает. Но, с другой стороны, минус очередная секунда БКБ. Там довольно вовремя Овесуна Флай Синистер Гейс прожал, он не дал Паунсунс у него. Себя, точнее. Это да. Ну, и Сларк вынужден бежать, а там тем временем-то что-то ломают где-то. Ну, пока что он центральный Пикачу. Пикачу все еще с Аегисом. Две минуты ждать выпадения его осталось, поэтому можно за это время что-то полезное сделать. Как-то выгодно Аегис разменять. Крыги Кот из леса. Ну, можно его отдать, не знаю, кому, Чайпи, бабки. Нет, лучше бабки, наверное. Или Бигнуму. Ну, в общем, кому-то из саппортов тогда. Шабадону атак спит довольно важно. Так, ну что, очередная осада от команды Сабер Легаси. Они уже по миду, но, видимо, на хайграунд не торопятся. Ждут, пока кто-то выйдет на линию. На линию выходит только один Фотом Ланцер, потому что может себе это позволить. Его не так просто подцепить, отправлять свою тонну копий, иллюзий. Просто посмотрите, как быстро заканчивается ману Пикачу. Да. Но Коскар, с другой стороны, не самый манно-требовательный персонаж. Айсберг купил себе БКБ, и сразу же прожимается смоук от Клайта Мун. Они хотят повоевать по таймингу Аегиса, скорее всего. Сколько там от него осталось? Ну, вообще-то много. Минуты еще, как бы, да, целую ждать. Это довольно много времени. Ну, они решили, что они плевать хотели на этот Аегиса, могут так пойти. Но вообще они в другую сторону двигаются, мы видим. Они прекрасно знают, что это Легаси. Ну, если они сейчас найдут Палантимоса какого-нибудь, это будет шикарный для них выход, потому что Палантимос там фармит леса. Ну, вообще неясно, что конкретно они ловят там внизу. Наверное, хотят просто от своего хайграунда как-то... Ну, с другой стороны, Сабер Легаси как-то и на хайграунда не особо-то и торопятся. У нас пока на линии пушат только один Пикачу. Да, и иллюзиями отпушивает здесь Найф, все грамотно делает. Сам Найф подфармливает леса. Да, они бесконечные. Пикачу подфармливают леса. Я к тому, что Пикачу не справится с ними никак один. А вся команда стоит за спиной. Пикачу ждут, что вдруг какое-то будет нападение. И, понятное дело, Хускар не справляется с такой задачей, чтобы просто пойти и запушить линию. Сейчас их еще и ТП на ХГ могут заставить сделать. Ну, полный тимос здесь, он на ДФ, это, конечно. Ну, полный тимос с Аганимом уже тем временем. Вот он. Оп. Попробующий попасть. Оп. Да. Конечно, немножко подрезали Аганим в последнем патче. Но это, опять же, не говорит, что этот артефакт, ну, то есть, не потерял... Ну, то есть, этот артефакт вообще не потерял свою актуальность. Ну, с ним не так торопятся. То, что вот сейчас у нас показывают статистику, что... Когда его только ввели, его вообще первым артефактом чуть ли не собирали, что был очень хорош. Хорош. Ну, как? Ну, на мажоре он себя показал, да. Так, ну что, Хускар, 21-й левел. Будет делать МКБшку. Ну, против последующего уже артефакта от Фантом Лансера, Бабочки, которая так или иначе появится. Ну, хотя, может, уже есть. Мы давненько его не видели. Алишрак? Подцепить некого пока что. Айсберг аккуратненько убегает. Чет-то забайтился. Ну, он может тебе позволить. У него сатаник. Да, у него и КД. Ему бы повыгоднее, как бы, на половину ХП хотя бы быть всегда. Поэтому он постоянно прыгает. Купил себе деманейш, еще немного демэджа добавил. Ну, и, в принципе, уже МКБшка скоро подъедет. Так, Фантом Лансер, что у него? У него бабочка пока еще на подходе, но надо бы фармить себе на байбек, оставлять байбек. Поэтому Иглсон тут сейчас ее позволить не может. МКБшка пролетела. А там МКБшка уже готова. Да. И свежая БКБ мы увидели здесь у Айсберга. Ну, не знаю, Айсберг тут как бы опять на характере, что ли. Не знаю, идет вперед, ничего не боится. В это время на водичке здесь нападение. Дюрару подцепили. Захиливаю Дюрару. Урона не хватает. Дюрара выживает. Чапи тоже подошел не очень удачно всему, а он потерял в итоге на иллюзиях. И надо бы как-то по свалам. Но драка не окончена. Генерал снова готов прыгать, если что. Там Полантимон занял позицию пока что в елочках. Слушай, ну пока самая неоднозначная карта из тех трех, которые мы... Лай-то-мун заходит в спину. Тут у нас Олосы на Флай вместе с Айсбергом. Но, опять же, Хускар не та цель, на которую хочется нападать. Ну, а вообще сейчас войну затевать еще рано. Будут по таймингу появления Рошана. Надо, во-первых, убедиться, что он есть. Так до него еще неизвестно, сколько ждать. Ну, минута основного времени где-то примерно. И еще дополнительная черная скока. Мувспид берет себе Абадон. Так, ну что, на генерала поехали. Генерал уехал. Ну, БКБ опять же прожал. Это минус секунда очередная. У Сларка 7-секундная БКБ тоже неутешительно становится. Так, здесь у нас силушка качается. Каст рейндж. Интересно, что в ту сторону 100% миндрей, а что в другую. Это то есть Хускар не проигрывает вообще. Ни с тем, ни с другим талантом. Он всегда выигрывает. То есть это интересная статистика. Так, ну что, ждем появления очередного... Точнее, уже не очередного, а третьего по счету Рошана. Интересно, что, кстати, у них... А очередной это какой? Вообще очередной тоже верно, да. Да, согласен. Так, ну что? Обычно просто ты говоришь очередной, это когда их появилось там штук 5 или 6. Это такой, типа, устал уже считать и говоришь, что да. Но так или иначе, с появлением Иван Костов стал повеселее. Уже не всегда на Рошанях, кстати, берешь внимание. Ну, это да. Но сейчас они опять стали менее веселыми, потому что такие точки, что фиг перезахватишь его. 35-я минута прошла тем временем. Там Айсберг тем временем смотрю в Инвизе. И Палантимоса можно попробовать подцепить вот так вот. И Стан в тысячу. Нет, успевает. Успевает уйти Палантимоса. А здесь Пикачу. Начинает бить Айсберга и на развороте. Палантимос возвращается обратно. Бладстоун работает. И Пикачу на крыльях просто... Он убьет его, убьет. Просто прыгает вперед, да. Он снимает, но все равно должен... Айсберг, Айсберг мансует. Айсберг на ЛОХП. Айсберг выживает. Сейчас еще и Станом попадет. И погибает Палантимос. Отлично размасывал Айсберг. Погибает, правда, также Олсона Флай. Но что делать с Пикачу, не ясно. Он слишком плотный. Туда еще и чайник полетел. Скраденный. Да, Пикачу ему больно. Его пытаются как-то заслевать, как Питера Радон сняла одну. Не хватает урона, чтобы пробить Пикачу. Генерал дает Стан, прожимает БКБ. Пикачу регенится. Дабл дэмэдж. И это минус Бигнум. Что-то как-то немного бабка здесь пожалела. Юрара. Юрара, лететь. Опа, идеально. Идеально. Причем они даже факту знали, что здесь. Он слепую давал. Он слепую давал на всякий случай. Что, возможно, была вероятность, что кто-то делает ТП. И он был прав. Идеально забайчено получилось для Сларка. Эта смерть была очень нелепая. Ну и айсбергу стоит отдать должное. Он хорошо мансевал. Да. Тавр заберут, я так понимаю, на миде. Прямо сейчас у нас с ФТМ. И там совсем скоро появится Рошан. Ну вот сейчас забрать это вовышку. Пойти на Рошана. Хотя хотелось... Проблема в том, что нет. Там таймер все-таки довольно долгий. И к этому времени уже успеют появиться игроки команды Сабер Легаси. Они Рошаном чекают. Они курьером чекают Рошана. Рошаном чекают. Интересно. Ну может там курьер Рошан. Да, я понимаю. Мы видим, что курьер там. Был. Ну они готовятся к Рошану. Видим, аванпост перезахватили, чтобы на него ТП не сделали. Т2 все забрали, чтобы на них ТП не сделали. Они готовы ждать скончания веков. Ну и там, в принципе, уже... Там уже дежурит у Сунафлай на посту. Поэтому Рошан появится прямо сейчас. Правда, появились также все герои у команды Сабер Легаси. Они уже подходят также к Рошпиту. И сейчас у нас будет битва, судя по всему. За этого Рошана, в котором... Рефрешер. Рефрешер. Находится. Ой, два чайника хорошо было. Вкусно. Ну, Пикачо пошел на мужика. Вообще не стесняется. Слар, конечно, с этим аганимом Мемис тот еще. Так, ну что, да. Рошана бьют. Рошана бьют. И готовы драться, я так понимаю, за этого Рошана сейчас. Пикачо больно. Плай ту мун. Найф. Начинает его настреливать. Плантимос. Хорошая. Манта стайл. И в итоге Рошана не дали просто так забрать. В это время Айсберг там в БКБшке заходит в спину. Просто наводит шороху. И в итоге прогоняет Хэппи Дюрару. Правда, никто не погиб у команды Сабер Легаси. Просто отступают на свою половину. Пикачо один впитывает здесь. Остается без мана. Его захиливает БКД просто Чапи. Там чайник профукали. Он не полетел в итоге никуда. А это немного усложняет задачу отбиваться. Но, видимо, случается. Что делать с Пикачу непонятно. Пикачу добивает Рошана. Рошан баш выдает. В итоге Айсберг достается Пикачу. Начинает расстреливать Хэппи Дюрара. Неплохо. Забирают здесь Иллюжина. Это первый минус у команды Флай ту мун. Потеряли также Хэппи Дюрару. Байбэк есть от Пигнума. Возвращается обратно. А там кушают. Айсберг стягивает на себя внимание. Хотя, с другой стороны, уже поздно это делать. Ну как поздно. Здесь Пикачу. Пикачу готов драться. Он говорит, давай. Да, Айсберга сейчас могут забрать. У Айсберга ничего нет. У него БКБ в кулдауне. У него имеется филипант. Он бежит отсюда. Его не догонят. Я хотел сказать только, у него ничего нет из артефактов. Но у него есть одна важная вещь. У него есть быстрые ноги. Которые позволяют ему выжить. Ну и на этом драка глобальная заканчивается. Педали очень вовремя крутить начал. Окей. Ну что. Давайте подведем итог. Есть сыр. Я не успел обратить внимание, что по репрессеру там у нас получилось. В итоге с Рошана. Нужно посмотреть. Он у Рубика. Шикарно. Ну что-нибудь украдет, что-нибудь даст. Может быть. Ну может быть отдаст кому-то. Тому же Хэппи Дюрари, например. По два ультимейта. Знаешь, тут ультимейта заставляет тебя стоять на месте. Я тоже об этом подумал, что ты слишком уязвим. У нее есть талант просто последний на 25-м левеле, который дает плюс 8 шариков этого ульта. И его никто не берет, потому что долго стоять, долго стрелять. В ОФК режиме на месте. А последний раз что-то один раз плюнул и забил. Ладно. Самое время как-то реализовать теперь эгиду. Там все-таки ценное приобретение. Вы боролись за это. Ну и пока что по миду толкают у нас Сабер Легаси. Наверху находятся игроки команды ФТМ. Все-таки отдали Палантимосу. Ну да, ему, наверное, пополезнее будет. И появляются книжки. Хускар, наверное, на 25-й себе там набивает. Хотя мне кажется, что уже по 30-й там дело двигается. Тихонечко. Нинджагир появляется, который будет у кого-то из команды Флайт. О, вот это вот хорошая вещь выпала сейчас. Ножик. Палантимосу, да. Ну, перышко пока, скажем, у него. У него пока паладин сворд. Я думаю, что он отдаст, ну, может, Пикачу даже. Ну, а почему нет? Так, ну а Пикачу тем временем уже с книжечкой побыстрее, побыстрее хочет получить 25-й. Вот это Пикачу надо отдать. Нет, ну Пикачу себе пока что взял как раз-таки... Ну, его пока вышки нет, на самом деле. Ну, я знаю, что учитывая, что это Хускар, учитывая, что у него Сатаник, я не уверен даже, насколько ему актуально это ПКБ. Ну, уже точно не актуально. Да, он должен жить и так. Вот, поэтому... Не знаю, посмотрим, ладно. Рот Фотос появился также для Иллюжина. Здесь у нас у Айсберга пока что... Левелер. Левер на Пуш неплохо смотрится. Ну, знаешь, когда я помню, видела табличку, в которой расписывали, какие артефакты, насколько крутые, из нейтральных... Левелер записали в полное дерьмо. Почему? Не знаю. Ну, там много было спорных, на мой взгляд, решений. Но это одно из них. Это просто не запомнилось инфаток. На вскидку. Нинджагир также еще один появляется, теперь уже у Сайбер Легаси. Да, в этом плане здесь баланс. Выпадение артефактов. Ну что, собираются ФТМ. В четвером пока что подтягивается сюда также Always WannaFly. И, возможно, будет Смог под окончание Оегиса как-то. Ну, тут нинджагиры, конечно, сыпятся, но они не так суперактуальны конкретно в этой игре. Потому что вот была яркая игра. Кто-то из наших-то и сынга катал. По-моему, это было, когда Na'Vi уже на вылет играли против ликвидов. Когда тебя хочет зацепить какой-нибудь там дизраптор, и ты стоишь где-то в смоках сзади, чтобы тебя не зацепили. А здесь так не работает. Отличный артефакт. Выпал последний спелл призм для команды ТМ. Вот это идеально, отдать какому-нибудь там решаку. Да, я думаю, что Айсбергу и дадут. Левелер. Да, слорный артефакт. Себе забирает. Слардар. Ну и агоним на подходе также для Абадона. ДД. Наличие есть у Айсберга. В итоге смок в никуда от команды Сайпер Легаси. Не удалось им выйти как-то. Рубик урок в итоге отдали. Ну ладно, ему не помешает. Опять же, он тоненький довольно. Это даст ему немного времени пожить. А тут с NF-16. Во-во-во. Она с шапкой. Да, это ты сегодня только рассказывал. У него БЗЗ мана, кстати. БЗЗ мана. Можно себе это позволить. У него там хотя бы тапки есть. Ну, тапки этот, грифсы. Поэтому хоть немного маны да и есть. Но все равно 600 маны это не разгуляешься. Там ультанул, шикнул с Дорбаша и все. Поэтому проблема маны остается актуальной. Но так или иначе, дело пошло. И все готовятся к чему-то. Неясно к чему. Но я понимаю, что FTM ждут, пока выпадет Аэгис. Сайпер Легаси чего ждут? Сайпер Легаси попытались вроде как-то выйти в самоках. Но у них это не нужно сделать. Они ждут, я знаю чего. Следующего Рошана? Нет, пока 10 ладов у Наива не поедет. А, так что? Ну, кстати, у него уже там, по-моему, 6 есть. Ну, тут ответный смок от команды Fly to Moon. И они теперь идут в атаку. Правда, возможно, что еще один будет смок сейчас от команды Сайпер Легаси. Учитывая, как они плотно передвигаются у себя в лесу. Ну, пошел, пошел в атаку. Он уже ничего не боится. Ну, ясное дело, уже кончился Аэгис. Забавная ситуация, что сейчас вчетвером находится с одной стороны Fly to Moon. И один вот только наверху был у нас. Ну, как быстро бегаешь, вообще не важно, где он находится. Нет, ну, я к тому, что могла быть в теории атака с двух сторон. Скорее всего, он на подбайт там мог быть. Но все равно там наверху уже Т-3 вышка упала, мы видим. И все это время крипы мешают, скажем так. Без вышки они дефаются хуже. Просто крипами приходится иногда возвращаться. Вон там попинговал немного Рубик, он уходит отсюда. А это шанс, это шанс для Fly to Moon напасть. Ну, как все на пустичах. Все правильно делают. Ну, то есть, ну, такая стадия игры, как бы нужно передвигаться в пятером. Ни в коем случае загуливать нельзя. Проигрывать никто не хочет. Ну, и рефрешер есть. У Сларка все еще. Да ясно все с ними, они Апекса ждут. Но нет, я вот смотрю, там смог. Только Сларка от одного был что-либо. Fly, палит контору, стоит. Знаешь, что-то есть. Иллюзий много очень бегает, да. И замедляет Пикачу здесь, начинает его потихоньку избивать. Стан залетает Пикачу. Синестер Гейст очень хорошо. Пикачу может погибнуть. Да, Пикачу погибает. Байбека нету. До 100 секунд в таверну без Хускара. Это, конечно, опасно. Нужно убегать отсюда по Лантимосу. Лантимос уже под П3 своим находится. Нужно просто пушить. Айсберг идет и пушит. Прожимается гриф, но после этого ничем не остановить. Они могут не бежать за ним на фонтан, как они сейчас это делают. Ну, и да, иллюзии пока напрягают. Ману выжигают. А сам Наив может спокойненько бить бараки. Наив тут сейчас один способен развлекать всю команду Сабер Легаси. Да, и потихонечку ломать барак. Так оно и происходит. Чапи остается без маны. Загоняет его под фонтан. Лантимос тоже отсюда упрыгивает. Пока что работает бэкдор. Но сейчас подойдет очередная пачка крипов. И бараки упадут. Так, генерал помогает немного. И да, действительно справляются со стороной. На топе там уже айсберг. Спокойно сам добивает бараки. Он там как раз под нинджагиром стоит. Да, да, слушай. И это получается минус две стороны сейчас. Минус три стороны можно сделать. 50 секунд не будет. Целую минуту сидеть в Хускару в таверне без байбека. Это, конечно... Это печально, я не знаю. Это провал. Ну, то есть вот так вот подставиться, умереть. И вы сейчас получите мега-крипов. Ну, бараки добить нужно. В твою сторону. Подходит айсберг. Должен прожимать сейчас диаболики. Да, и как же быстро падают бараки. Быстро. Просто вообще не осталось ничего. Ну, Лантимос прожал БКБшку. Прожал ультимейт. Но пытается хоть как-то помешать сейчас команде ФТМ забрать последний барак. Борется до последнего. Генерал здесь в БКБшке. Прогоняет Хэппи Дюрару. Палантимос. Голь на его. Палантимос. Палантимос и Настергейс. Поймали его. Сразу же делает байбэк. Чапи. Выбили из него ультимейт. В это время падает последний барак у команды Сайбер Легаси. И это мега-крипы для команды ФТМ. Репрессер прожимал. Я видела Сларка. Значит, у него БКБшка. Вот нул под этого. Это КГ. Забирая Сларка, подловили его как раз-таки на отсутствие БКБ. Пимов. Да. И на этом, скорее всего, сейчас игра закончится. Но 116 секунд нет Сларка. Падает у нас до 4 ТВРА. И остается голый трон. Конечно, там пытается как-то бороться до конца Пикачу. Но это... Это все бесполезно. Давайте будем честны. Или нет? Или Пикачу все еще живет? Да. Бог с ним. Нет, Пикачу все еще живет какое-то время. Там прожимает... Да там уже дисконект. Таник. Ну, как бы команда уже ливнула. На этом, как говорится, наша полномочия все. Ну, знаешь, я хочу подвести свой итог этой бестоприферии. Нормальная бабка только на первой карте была. Давай, подводи. Ну, бабка была только на первой карте. Это весь твой итог? Да. Я рассчитывал, что сейчас будет, знаешь, там как-нибудь на минуту времени, там, условно, там, какой-то диалог. Ну, вообще согласен, да. И то в итоге на первой карте получилось так, что она была гораздо лучше по той причине, что был воид у оппонента. И тот ставил хроносферы, и была возможность нормально настреливать с ультимейта. Здесь, как бы, Хэппи Дюрара пытался в последней карте, но не так хорошо, как в первой карте. Ну, дело сделано. Свою Best of 3 серию все-таки взяли. Не, без проблем. Но Fly to Moon два очка забирают. Ну, здесь очень уверенно было, опять же, Phantom Lancer. Сложно было что-то противопоставить с равными артефактами. Да, и по карте грамотно играли. Да уж, что уж мы тут говорим. У нас студия аналитики целая есть, которая уже заждалась и готова разобрать эту игру для вас. Да, перед матчем мы структурировали выводы по поводу драфтов. Говорили о том, что у нас есть два типа, да. Это лайтгейм или темп. Что победит, сейчас узнаем. Мы узнали. Темп не выигрывает, выигрывает PL, друзья. Причем, опять же, мы видели это на протяжении и минора, и мажора. Просто невероятно у него. Не только винрит, скорее, да, уверенность о его выступлениях. И мы понимаем, что есть критический вот этот момент. Переждать просто, когда он получит в себе определенные артефакты. То на этом, в принципе, можно писать ГГВП и ливать. И Хускар от таких вещей тоже не спасает. Что не пошло у Хускара конкретно? Потому что именно он навязывал темп главный. И в какие моменты все было самым важным? Серег. Ты меня спрашиваешь? Нас тут трое. Нас тут трое? Да, нас тут трое. Ты же был у нас за садик. У Хускара-то все было нормально. Он отставил круто, отставил мидл. Опять же, у Айсбергов было все отвратительно на миде. У него там, по-моему, что-то на 3500, на 2000 нетворса было. Он шел очень круто. Они забрали двух рошанов. Но у тебя просто этот пик, он не справляется. У тебя не хватает ресурсов. У тебя есть чем откинуться. Есть чем убить крипов, когда тебе заходят на рампу. У тебя есть чем ворваться и попытаться подраться. Поэтому если бы там не было нюков совсем, то там просто зашли бы на эту рампу. И Хускар бы с первым эйгисом это все бы снял. Из-за того, что там бешеное количество нюков, всяких разных откидок, ну, ты просто на эту рампу не зайдешь. И это давало очень огромный промежуток времени, чтобы Ланцер как раз-таки давить свои слоты. Он там и на трех слотах этого Хускара не пробивал, он на четырех не пробивал. Они просто ждали, да, вот пока Ланцер отожрется до такой степени, пока у него будет семь слотов, там шесть запакованных, один как раз лесной какой-то мощный, чтобы он просто нажал райт-клик на этого Хускара и убил. И они этого дождались. Ну, мы, в принципе, отмечали это на предмачевой аналитике, что не выигрывает Хускар, плюс Сларк, который тоже собирает диффуза БКБ, по-моему, да, вторым итемом, и потом уже уходит в аганем. Ну, реально, он не может драться против льшака, он не может собрать себе вот именно второй артефакт на этот темп. Ему хочется драться, и поэтому он вынужден БКБ собирать. И за это этот Сларк его просто в игре практически отсутствовал все время. Нужно было улынить до конца. Нужно было взять в охапку всю команду и идти уже просто... Ну да, идти умирает на хэгграун, то есть в том, что есть два вида смерти. Первый — это быстрый, ты когда заходишь на хэгграун, ты размениваешься, и ты как бы погибаешь, но ты понимаешь, что в лейте тебе делать нечего. Или вариант второй. Просто сидишь на своей базе и ждешь, когда они наберут там пятый слот, шестой слот. Притом там много героев набирают слоты, то есть там помимо Фантом Лансера еще имеется Слардер, который возьмет талант на корове Хейс, и уже об одном потеряет свою актуальность. Потом Лешрак 30-го левела Сларка выждет, и пятисекундное БКБ Сларку не поможет. То есть здесь единственный шанс, который у них был, это заулынить прямо вот в базу. Если они там не сносят базу за 30 минут, а нетверсы равные — конец. Вот конец он и настал. Я там подготовил такой неплохой хайлайтик. Ну, как настал конец? То есть он на самом деле довольно-таки такой дефолтный. Ну, многие скажут, что у него там что-то он не байбэкнулся. Некоторые скажут, что, в общем, ну, они еще могли играть. Да, они могут поиграть и дождаться, когда все герои у Флайт Уму возьмут 6 слотов. Но по факту вот всю игру они играют, уже просто сидят у своей базы, и рано или поздно кто-то умрет. Рано или поздно там у кого-то не будет ресурсов, чтобы можно было отбиться от ганга. И по итогу просто вот вышло, убили Хускара. Причем уже убивают его ультра-быстро. Это учитывая, что у него у нас слотов. И к этому все ушло. То есть если бы его сейчас не убили, то, ну, они бы еще пофармили там 15 минут. Они бы взяли Аеги с Рошан, там, в общем, они бы забрали с Рошана все, что только можно. Еще бы выбили себе айтемы и закончили бы чуть попозже. Но для меня игра была закончена минуте на 30-й. А дальше уже просто было добивание. Заметим то, что у тебя 100% вендрит сегодня по всем трим-картам, по предсказаниям, по драфтам, да. И вы можете, друзья, пользоваться мнением и знанием Димы в своих корыстных целях. А снизу есть баннер «Паре матч», и регистрируясь по нему, вы можете получить 100% бонус по первому депозиту. Серег, у тебя были какие-то хайлайты, которые ты хотел бы обратить внимание? Я не помню, какой я хайлайт записывал. Там какой-то... Что-то было, да, там, просто среди месива, которое там творилось? Ну, на самом деле, там эти хайлайты... А, это был «Рошан», да? Это «Рошан». Ну, в чем фишка? Я говорю, не знаю, почему здесь «Флайт Мон», они просто за этого «Рошана» не подрались. Хотя у них был «Вижен», они запускали туда вот эти иллюзии, и можно было просто ворваться. А у тебя «Ланцер» бьет лесных крипов. Хотя ты мог ворваться, и нормально, потому что «Ускар» красный. И вот только сейчас началась драка. Почему ты не мог эту драку сделать раньше? Ну, то есть «Ледочки» нужно было прыгнуть. Ну, да, просто нужно ворваться, въехать туда было, и вы бы выиграли эту драку, «Лешак» бы туда заехал. Опять же, хорошо бы дал бы рассказать у тебя селедка. У тебя два хороших ультимейта, как раз-таки у тебя есть лич для такой драки. И у тебя есть еще «Схайросмайш», который тоже одного героя там может хорошо вырезать под стан селедки. Ну, из-под чего, они сразу же выбили из «Пикачо» этот «Аегис»? Ну, они выбили, да. Но смотри, и даже при двух вот этих «Аегис», они первого «Рошана» отдали вот так вот на халяву, и второй «Рошан» тоже упал на халяву. Считай, отдали ребятам из «Сайбер» Легаси. Но даже при этих двух «Рошанах», там при «Сыре» дополнительном, у тебя все равно не хватает. Тауэрдем уже мало. Да, чтобы закончить игру. Вот если бы «Лича» не было, возможно, бы «Хускар» и смог пробить, но я вот смотрю на «Лича», уже который игру подряд, и как же он хорош как саппорт, потому что на «Лича» этого саппорта, оно ставит слишком много неприятных условий для противника, потому что с «Визы» убить кого-то очень трудно. Если соберет «Глимер», то там уже и комбинация какого-то магического раскаста не всегда работает. «Чайник» делает слишком много урона, особенно когда много героев ближнего боя, а тут и «Сларк», и «Абадон», и «Хускар», то что-то все бегают рядышком, «Чайник» летает. Ну и при этом там еще вот этот вот «Синистер Гейс» в глубоком лейте с талантом прям заезжает. Ты заходишь на рампу, и тебя начинают просто по очереди закидывать скиллы. Сначала «Сларк Дар» прыгнет, да, там на тебя щит кинут, потом «Лишак» застанет, «Синистер Гейс» за тебя закастует. Это все под «Эшн Силом» еще от «Аскара Смэджа», и «Хускар» становится очень больно. А ты стоишь с «Аегисом», как бы ничего не боишься, но «Аегис» ты просто так вот терять не хочешь, да, там через 30 секунд, после того, как ты убил Рошана. И ты пытаешься отходить, ты пытаешься хилиться, а на Таурию сидит «Фросшилд», и ты особо много демэжей не наносишь, ты вот так вот просто вот это в состоянии туда-сюда, туда-сюда, там четыре героя стоят на рампе. Ну, там у них еще и репейр-кит выпал. Да, там репейр-кит еще 100% где-то выпадет, и вот четыре героя стоят, откидывают, а лансер у тебя тем временем сплит пушит, там, Тир-1, Лиса и так далее. Он просто набирает артефактов, набирает-набирает. Если ты даже смог снести эту одну сторону, даже вторую сторону, если ты смог снести, не факт, что ты эту игру вообще выиграешь. На экране сравнения мидеров мы продолжаем наслаждаться братом и братом. Да, но айсберг в этой игре, он реально спейсил, то есть на него тратили слишком много ресурсов, он все время бегал по разным линиям. Тут, естественно, было понятно, что пока лансер не оденется, нужно просто бегать и заставлять противников тпшиться на базу. И вот там было очень много моментов, где его убивали, но в очень многих моментах он сделал все возможное, чтобы лансер добрал шестой слот. Айсберг именно в этой игре он выжимал максимум из героя. Там, конечно же, были смерти не самые удачные, но конкретно он постарался на славу, несмотря на то, что КДА у него так себе, да и урона внес он не так много, как Ускара. У айсберга там одни шестерки в статистике. 6,66 ГПМ, там что-то 66,6 по Fight Participation и так далее. Накастовал себе, что называется. Ну что ж, выводы по всей серии. У нас есть целый фэнтези состав, MVP состав по каждой позиции, я полагаю. Мы же не можем взять нескольких мидеров? Не знаю, я могу четверых взять. Ну вот давай. А, уже начинать? Ну вперед, а что? Пятерка личуха будет у нас. Да, личуха MVP. Ну, Fly, то есть. В принципе, я считаю лич чем MVP сегодняшнего дня. All of the Sun на Fly. Завез Соляры. Две подряд, да, получается. Конечно. Четверка. У нас есть выбор между, я так понимаю, Бигдумом и Ильясом, да? Илюжин. Илюжином, да, прошу прощения. Ну, они два молодых парня, начинающиеся с Ил, и ты думаешь... Ильяс, это в Na'Vi. Главное, чтобы это был не тот чел, который за два года свои твиттеры все удалил. Это будет грустно. Так, пошел лодинг. Я не знаю, я дам это предпочтение. А я четверку вообще не выбирал. Хорошо, тебе не нравилась четверка тут. Ну, там не было достаточной яркости среди четверок. Рубероид был неплохой, с хроносферой веселой. Выбирай. Ладно, давайте Рубику за четверку. Ну, нужно от простого отталкиваться. Слардарыч, Слардарыч, топ, Слардарыч. А, у нас рассказывают, что у нас еще два человека, которые готовы это делать, в отличие от нас. Вот. Я могу точно поставить двойку. Я бы выделил Пикачу, хоть он и проиграл как раз-таки этот матч, но он, ну, хорошо отыгрывал. Потому что у него и первый его лайнап был, когда он на Квапе очень круто доминировал. И здесь он тоже свой лайн выиграл. Просто, ну, не смогли они завершить победу все-таки этот матч. Но, как по мне, Пикачу переиграл сегодня Альбергом. И Слардарыч сегодня был очень-очень полезен. Да, очень-очень. Ну, кроме этого, Палантинуса заставили три раза подряд играть на его любимом персонаже. И каждый раз он вроде смотрелся достаточно эффективным. Просто не хватало команды в те моменты, когда проигрывали, да, драки. Но что уж тут сделаешь. Итак, друзья, на этом наши студии аналитики заканчивают. У нас есть еще целый сегмент развлекательного шоу в виде постматча. И отправляемся к инстамитя и его друзьям.